Господи, святый и святый Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия! Не, ну так в Курске тогда на улице, а тут-то... Жарко будет? Жарко? Печка, вон как кочегари, слышите, там вода кипит. Так, сегодня мы с вами позанимаемся по теме, продолжаем занятия по книге к истинному православию, у вас у всех дома есть такая. Сегодня тема, мы немножко ее всю не сможем, конечно, пройти, она большая, много стране. Вот самые главные понятия о церкви. О церкви, что такое церковь? Ну, сначала спрошу, как вы думаете, что такое церковь? И давай... Это дом Божий. Дом Божий, так. Кто как еще считает, церковь еще... Какое понятие можно вложить в слово церковь? До молитвы. До молитвы. До молитвы опять дом, так. Еще. Привет. Ну, церковь это может быть не дом, это собрание людей. Собрание людей. Так, еще одно понятие. Руки Березерта. Действительно, чаще всего, когда произносится слово церковь, да, люди понимают, вот здание, наша, да, вот церковь, где мы сейчас будем молиться. Но правильнее говорить, что это у нас что? Храм, что это у нас дом молитвы. Ну, вот баптисты как называют свою церковь? Дом молитвы. Но церковь это большее понятие, но гораздо шире, чем просто вот помещение, стены и крыша. Церковь есть от Бога установленное общество христиан, соединенное между собой одной православной верою, одним законом Божиим, одной законной иерархией, священством и одними таинствами. То есть, вот все христиане, если нас всех собрать, вот мы верующие христиане здесь, там, в другом городе, на другом континенте, все вместе, вообще, вот, например, во Вселенной, да, во Вселенной. То есть, если где-нибудь на другой планете, например, сейчас живет какой-нибудь православный христианин, да, то он с нами, мы с ним, одна церковь. Нет? Вот улететь на Марс, сейчас собираются на Марс делегацию послать, там среди них будет православную. Наверняка будет один православный, посадят все. И дадут ему еще там, чтобы он там храм построил обязательно. Он на Аляску, ой, на эту, в Антарктиду же построили там храмы, говорят, даже у нас в Алтайском крае его собрали, или в город Малтай, где-то здесь мастера собрали, там, из кедра все разобрали, потом в контейнера уложили и в Антарктиду отправили, там лед, там даже земли-то нет, там не достанешь, там толщина льда огромная. И даже там в Антарктиде храм построили, свозили туда священника, ну, по-моему, не патриарх, наверное, епископ должен освящать, не меньше, как минимум. И осветили службы служат, а там кто? Ну, там эти полярники, да, живут вахтовым методом, исследователи разные там, наблюдатели и так далее. И вот даже там построили, поэтому, если будут летать на Марс, то и там построят. Так вот, неважно, на какой планете, на какой территории, то есть церковь, она не закреплена вот за конкретным вот этим местом, за вот этим адресом и вот за этими стенами, да. То есть церковь – это не здание, это общество христиан объединены в, вот мы принадлежим к православной церкви. Наша православная церковь, она распространяется где? По всей Вселенной, по всей Вселенной, вот. То есть не ограничена каким-то конкретным геолокацией, и всё. Церковь Христова, пребывая на земле, важна для нас главным образом своей невидимую духовную сторону. Как царство благодати Святого Духа. То есть невидимая сторона у церкви есть. Вот мы объединились, нас видно, вот можно потрогать, можно ущипнуть, да, вот мы, мы все видимые, да. Храм наш видимый, Библия наша лежит на аналое, видимая, да. Это мы всё видим, но есть невидимая сторона у церкви. И прежде всего, какая, кто, что такое невидимая сторона? Это, сейчас я прочитала, то, что не видно, это что? Святой Дух. Дух Святой, который присутствует в церкви. Как царство благодати Святого Духа, пребывающего в ней. Ну и сама церковь в своём составе имеет и невидимых членов этой церкви. Прежде всего, это кто? Невидимый член нашей церкви, самый главный, кто? Бог. Ну, как все православные члены. Бог, Бог. А мы, как вы? Иисус. Иисус Христос, прежде всего. Иисус Христос, как глава нашей церкви. И все святые Его, и ангелы. Так что церковь одна, как земная, так и небесная. Но самый главный, глава церкви – Христос. Христос. Сейчас очень часто по телевизору священники выступают всё. Бог, Бог, Господь. И как-то вот упускают слово Христос. Как будто им сказали, ну, не говорите его, да. И как-то вот даже другие какие-то выступают, не православные. Как-то слово Христос избегают как будто бы его. Христос. Даже, может быть, это лучше, чем сказать просто Бог. Бог, вот это все, там, мусульмане говорят, Бог, Бог, вот наш Бог единый, там, и всё такое прочее, да. Но мы должны подчеркнуть, мы христиане. У нас глава, кто? Христос. Христиане. И кровью Иисуса Христа мы спасаемся и очищаемся от греха. Понятно? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Помни Господа Иисуса Христа, ранами Его мы исцелились. Христос. Понятно? Поэтому почаще используйте слово Христос. Угу. Мы христиане, у нас Бог Христос. Так. Так вот, поняли, да? Чем отличаются понятия храм и церковь? Мы храм часто называем церковью. Это не является неправильным. Правильно, можно сказать, мы поехали, куда молиться? Воскресенье, мы ходим в церковь, мы собирались в церкви. То есть, можно сказать церковь, но церковь имеет вот большее глобальное понятие. Это общество всех христиан, объединенных одной, как мы читали, иерархией, одними таинствами, одним законом, одной верой. Понятно? Вот одной верой все объединены, мы члены одной церкви. Неважно, где он живет, в Москве или еще где-то. Мы все члены одной церкви. У нас одни таинства, одни книги, одно священство. Так. А храм – это уже помещение, в которое мы приходим помолиться. Отдельные члены церкви могут лишиться благодати Святого Духа. Мы сказали, невидимая часть нашей церкви – это глава Христос, Святой Дух, ангелы. Когда члены церкви, церковь, она святая церковь, но некоторые члены церкви могут лишиться этой благодати, не быть святыми. Когда? Когда, Леонид? Как думаешь? Когда согрешают. И не просто согрешают, а согрешают все. Но когда согрешают и остаются упорно нераскаянными, и особенно тогда, когда они впадают в ереси и в расколы, тогда они таким образом, что получается, отпадают от церкви. Они становятся уже членами этой церкви. Но вся церковь не может лишиться благодати Святого Духа. Только отдельные члены церкви, которые впаривают в эти грехи, в ереси, в расколы, либо обычные житейские телесные грехи, и не раскаиваются. Но сама вся церковь лишиться благодати не может, потому что глава ее, Христос, исполненный благодатью и истиной. А потому и тело свое, церковь, он наполняет своей благодатью и истиной. То есть вся церковь лишиться благодати Святого Духа не может. Верно? Говорят, вот там церковь, мы туда ходить не будем, потому что там вот тот-то согрешил, вот тогда-то, тогда-то митрополит там что-то сделал плохое и какую-то там что-то не то подписал, и все, и церковь, это уже она безблагодатная, сразу стала безблагодатной. Неправильно. Церковь лишиться благодати не может, потому что глава ее Христос, источник благодати. Понятно? Его поставил Отец выше всего, его кого? Иисуса Христа, главою церкви, которая есть тело его. Это написано в Библии Ефесянам 4, 22, говорит апостол Павел. Созижду церковь мою, сказал сам Господь, и врата ада. Что подразумевается под врата ада? И врата ада не одолеют ее. То есть, вот, Господь создал на земле церковь, поставил главу Иисуса Христа над ней, и врата ада не одолеют ее. Как понимаешь, Тарас? Нестор думает тоже. Ну, Нестор добавляет. Так, немного добавил. Еще вот у нас, знаете, техночку читать. Врата ада – это то, что уводят в ад. Это гонители церкви и еретики, говорит Иоанн Златоуст. Понятно? Они не одолеют. Их тысячи сект, а они ничего не могут сделать. То есть, врата ада – никакие силы зла, которые в ад ведут, да? Никакие не могут затянуть всю церковь и лишить ее благодати тела Христова. То есть, церковь называется телом Его. Тело Его с большой буквы «Тело» и с большой буквы «Его». И врата ада не одолеют ее. Понятно? Ту церковь, которую создал Господь. Матфея 16, 18. Надо даже нам ее, этот стих я потом выпишу, и мы его выучим наизусть. «Сази, жду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Стих небольшой выучим, да? Это в Евангелии от Матфея написано. Единственным краеугольным камнем, то есть основанием церкви в Слове Божьем, называется кто? Ну правильно, Иисус Христос, правильно, не бойся. И никто более. А что значит краеугольный камень? Иван, ты у нас уже как юный строитель, краеугольный камень. По краям углы. Почему? Вот Христа назвали там ни крышей, ни дверь, ну хотя есть в одном месте, что Христос есть дверь. А вот здесь вот как в строении, да, огня? Может это основа? Основа, то есть основа дома. Ну больше даже основа дома называют фундамент, да? Фундамент там называют основу дома. Почему вот Христа назвали краеугольный камень? Вот строители, они хорошо понимают, насколько важен этот краеугольный камень. Валина, говори. Ну, Христа назвали краеугольный. Вы должны понимать, если будем учить или где-то сказать, читать будете. А что за краеугольный камень? Ну вот камень лежит на дороге, он краеугольный или нет? Нет. Какое понять? Краеугольный камень, это камень, который лежит в углу. Вот если, вот представьте, это камешки, вот эти камешки, да, и вот дом строят, ну вот вы играете там, и вот так сложили. Где-то осел, где-то что-то, стены начинают отваливаться, разваливаться и не держатся друг за друга. И я там особо не знаю, но вот строители, когда строят, они как бы перекладывают вот эти кирпичики или камни друг за друга. Если бревна, то вот тоже сцепку делают, потому что угол держит все остальное. То есть там какие-то тонкости строительные очень важные, чтобы правильно сделать угол. Всегда сначала выкладывают углы, когда кирпичные дома строят, а потом уже от них идут стены. То есть правильно выложить угол, это очень важно для строения, для будущего того, чтобы дом вообще стоял. Правильно, там по уровню, чтобы не отклонился, там в углах весь смысл, понятно, когда стройка идет. Поэтому, зная, наверное, вот какие-то строительные механизмы, послание к эфесянам писал, кто? Апостол Павел. Вот апостол Павел, зная, что этот краеугольный камень, такое название важное, он назвал в этом послании, что краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Вы, то есть, он пишет эфесянам, ну можно как обращение к церкви, да, вы утверждены на основании апостолов и пророков, то есть апостолы, пророки, это основание, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. А, еще, наверное, краеугольный камень, потому что встречается Ветхий и Новый Завет, правильно, нет? Это означает, иудейский народ, и языческий, строятся на камне, на церкви, на Христе, на вере во Христа. Да, что Христос, что вот угол здания, здесь, в этом углу встретился еврейский и языческий народ. Вот, язычники теперь тоже имеют возможность спасения, что Бог не только для одних евреев, понятно? И вот он на углу на этом и встретился, здесь стоит Иисус Христос, понятно? Одна стена, это евреи, другой язычники, вот, вот она, в чем встреча состояла. И краеугольный камень Иисус Христос, очень важный камень в стене. Так, дальше идем, это послание эфесянам 2.20. Церковь называется Соборную, иначе Кафолической или Вселенской. Понятно, что такое Соборная? Не путайте с словом Католической, понятно? Не Католическая, а Кафолическая церковь. На одну букву отличается. Это означает Соборная церковь, Вселенская, о чем мы сейчас с вами говорили. Церковь во всей Вселенной, на Марсе, в Антарктиде, где бы ни были члены церкви, они представляют собой единую церковь. Вселенская в том смысле, что она не ограничена никаким местом, народом, ни временем, но заключает в себе верующих со всех мест, времен и народов. Цитата, где нет ни Элина, ни Удея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. Опять Христос, понятно? Это о церкви говорится. А кто такой Елины? Елины. Это одно из названий греков. Грецы называли Эллада. Эллада, Элина, да, правильно. Это греки. То есть нет ни греков, ни иудеев. То есть здесь не перечисляют там все-все народы. То есть имеется в виду, национальности вообще нету. Перед Христом все равны. Есть фильм «Преображающее время», как доктор защищает докторскую диссертацию о нравственности. «Какие люди должны быть хорошие?» И только один был против. Он говорит, без Христа это не имеет значения. И он машиной времени переносится на 150 лет вперед и видит люди Христа вообще не знают. Борются за нравственность, хорошие, послушные. Все равно ты умрешь. Ценится то, что во имя Христа, то, что по Евангелию, по Святой Библии. Ты добрый почему? Ну, потому что родителям нравится. Нет, потому что Христос сказал. Я не ворую, потому что Христу это не угодно. Я все это делаю ради Христа. Вот тогда только ценится. Еще расскажите название. «Преображающее время» в фильм. «Преображающее время». Это очень полезный христианский фильм. А детям можно его посмотреть? Конечно. Ну вот посмотрим, как мы выберем время. «Преображающее время». Просто принести тут Сергею сказать. И здесь посмотреть можно будет после занятий. «Также точно и все ранее жившие христиане, ныне умершие, со смертью тела, отнюдь не выходят из состава церкви, но пребывают в ней». Ну, имеется в виду настоящие христиане, кто жили со Христом, те, которые умерли в вере и надежде воскресения, то есть не те, которые отпали от веры. «Церковь свята». Вот сегодня я вот этот стих прочитала, а Игорь сегодня его, тут речь у них с Сергеем Пупковым насчет отношения, как муж должен относиться к жене. И он цитирует вот этот вот стих. Я говорю, вот мы сегодня как раз его с детьми будем разбирать. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Вот говорят, а как жену свою надо любить? А вот как Христос церковь возлюбил? А как Христос церковь возлюбил? Как, Полина, как церковь возлюбил, ой, Христос возлюбил свою церковь? Вот мы разобрали, что такое церковь. Вы поняли, да, надеюсь, все уже? Уже несколько раз проговорили. Церковь – это общество всех христиан, объединенная одной верой. И вот Христос так возлюбил свою церковь, Полина, как ты думаешь? «И предал себя за нее». Предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, «но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5, 25, 27. То есть, вот как Христос возлюбил свою церковь, что предал себя за нее, так же и мужья должны любить своих жен. Понятно? Святость церкви, то, что церковь свята, идет не от людей. Уже запели? Пора, эти 20 минут прошло. Они пока еще читают. А как они начинают петь, они нам сигнализируют там кто-нибудь. Святость церкви идет не от нас, не от людей. То есть, не то, что вот мы такие хорошие, у нас такие белые платочки, мы такие всенарядные, и мы церковь делаем святою. Мы. Нет, церковь святая не от нас, не от людей, а от божественной главы ее, Иисуса Христа, и от всеочищающей, и духовно животворящей благодати Святого Духа. Это Дух Святой делает нас и добрыми, и хорошими, совершенно и безусловно безгрешен только один Христос. Мы же, мы же много согрешаем все, сказал апостол Иаков в третьей главе. Мы же много согрешаем все. Много согрешаем все. Вот эта цитата. Но самые великие грешники, даже самые великие грешники не могут лишить благодати и святости всю церковь, если они при этом покаются. А если они не покаются, то они и выходят из состава церкви. Они уже не являются членами этой церкви, они отпадают от церкви. Нераскаянные грешники, как мертвые члены, отсекаются от тела Христова, от тела церкви, или видимым судом ее законной власти, или невидимым судом Божиим. И таким образом, также не препятствуют церкви быть святою. То есть, если кто-то даже входит в состав церкви, но уже давно отпал от нее, и, видимо, он входит в церковь, а невидимый суд Божий, уже этот человек, уже не является членом церкви. По своим грехам, по нераскаянным своим простукам. Так как теперь много христианских исповеданий или церквей, и все они считают себя истинными, то мы, называя свою церковь апостольскую, этим свидетельствуем, что именно наша православная церковь неизменно и непрерывно хранит подлинное апостольское предание. Во всем, и в учении, и в богослужении, и вообще во всем строе своем, в законных канонах своих и в своем благодатном пастырстве. То есть, наш пастырь – источник благодати. Апостольская заповедь – держаться предания их. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Второе, Фессианам 2,15. Вы представляете, вот Христос был на земле, вот остались апостолы, они пошли проповедовать. Вот на земле организовалась, ну, Бог так создал церковь, да, то есть люди уверовали, обращались, и церковь прирастала новыми членами, и непрерывно существует с самого вот, с первого века, да, вот, и мы, православная церковь, имеем эту историю, непрерывную, непрекращаемую. Но в какой-то момент вдруг возникает какое-то новое учение, там, в тысяча каком-то там году, да. У них нет истории, идущей от самого Христа, и они себя говорят, вот мы – истинная церковь, наше учение истинное, а вот то, которое от Христа идет, вот вы все там заблуждаетесь, у вас все вообще неправильно, потом через год-другая говорит, нет, это тоже не истина, это не истина, вот мы истинно учим. И так, каждые вот эти юридические учения, они имеют начало в каком-то там году, не являясь от самого Христа, не идущие. Вот они могут быть истинными? А где тогда люди, которые жили от Христа и вот эти полторы тысячи лет, не знали истины, умирали все без, получается, без истины, без веры, без всего? Получается, у них не было возможности спастись, потому что истина придет только в 1500 каком-то году, и вот они там только тогда начали истинно понимать все. Так же не может быть. В общинах сектантов их священство ведет свое начало от их основателей, которые появились спустя тысячу лет и более после основания церковь. Наша же иерархия действительно апостольская, она ведет начало от самого Иисуса Христа, пославшего своих апостолов и от сошествия на них Духа Святого. День рождения церкви, когда у нас, мы считаем, церковь когда родилась на земле? Сейчас я читала. Кто внимательно слышал? Ваня. Когда Иисус воскрес и... Нет. Когда Иисус воскрес? Нет. Когда церковь, когда мы говорили, невидимая часть церкви Христовой, это кто? Это что? Это Дух Святой. Когда Дух Святой сошел на первых членов церкви. Сейчас я прочитала. Дух Святой сошел. А когда он сошел? Праздник? Какой праздник? Пятидесятница. Пятидесятница или по-другому? Как мы-то православные? Как этот праздник называем? Ну, кто знает. Сошествие Святого Духа. Как еще по-другому называется? Ну, мы празднуем. Мы летом, когда в июне, бывает в конце мая этот праздник. Пятидесятница, то есть на пятидесятый день после Пасхи. Ну, вы что меня позорите? Мы с вами каждый год этот праздник разбираем прям по пунктикам. Все, что произошло. Давай подскажем, Надя. Когда объединились в одном месте Отец, Сын и Дух Святой. Троица. Дух сошел на апостолов. И они имели возможность, что стали говорить на разных языках. Это им нужно было для проповеди. Дух сошел. Это день рождения церкви. Все, Дух сошел на церковь. Все, приняли благодать. Ну, запомните. Все, пойдемте. День рождения Троицы. Пойдемте. Мы уже начнем скоро петь. Так, кто последний? Ваня, выключаешь свет? Спасибо. Пойдемте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок